Всем привет! Это канал у меня на Абдула. Сегодня я вам покажу вот такую вот замечательную штуку, которую мне подарил Алексей, мой друг. Это тренажер для кисти. Кисти рук. Как раз для метателей ножей это очень даже актуально. В чем смысл этот тренажер? Это такой ролик там крутится в нескольких плоскостях. Соответственно, получается гироскопический эффект. Вот. Повербалл. Силовой шар называется. Да. Пурэнерджи. Шок вейв. Оф. Пурэнерджи. Повербаллс. Ну да. Вот тут какой-то счетчик есть, но он у меня не работает. Значит, надеваем петельку. Берем этот шнурочек. Вот. Задо закручивается он вот на эту штучку. Дергается. Вот. И она начинает крутиться. Потом ее нужно вот так вот раскручивать. Сначала вроде не сильные усилия, причем крутить во все стороны. Вот. Кисти. Какие-то кругообразные такие движения делают. Вот. И в определенных точках она начинает разгоняться. Вот. Вот. И сила, которая нужна, чтобы это сделать, она достаточно велика. И кисть очень быстро устает. Соответственно, вот просто вот так вот крутить тоже можно, конечно, фиксировано кистью. Но фиксировать ее все труднее и труднее, потому что шарик, вот он, стремится. Это не я шевелю, это сам шарик стремится вот так вот ее кисть повернуть. И чтобы его удержать, нужно проножить достаточно сильное усилие. В общем, эта штука... Рука устает моментально. Сразу понятно, что... Кисть у меня нетренированная. Вот. Ну-ка. Веду. Левую руку перевели. В общем, долго этой штукой не проработаешь, потому что рука сразу пустая. Хе. Ой. Вот такая штуковина. Фух. Она прям как живая. Все там... Такая энергия внутри получается. Реально, вот... Кисть вот в какую бы сторону не пошевелил, и вдруг вот в какой-то момент времени получаешь огромное сопротивление. Чтобы ее удержать, нужно потратить большие силы. И ты не знаешь даже, из какой в какую точку все это дело произойдет. Она как-то непредсказуема. Поэтому кисть тренируется сразу во всех направлениях. Фух. Аж запыхался. Ой. Устала. Вот этой штукой долго пользоваться нельзя. Иначе потом рука будет болеть. Обе руки. Рекомендую тем, кто хочет укрепить свою кисть, именно кисть, вот этот вот замечательный прибор. Надеюсь, я дам ссылку в описании, где эту штуку можно приобрести. Вот эта вот штука, она не дешевая. А если в Китае делать, там подешевле. Вот, может быть, ссылку как раз дам на недорогое. Они все равно работают приблизительно так же. Просто здесь такой поясочек сделан. Из такой прорезиненной штучки, что он не выскакивает. Ну, естественно, качество здесь высокое. Вот этой штуки. А-а-а. Я видел как-то вот в Спортмастере, по-моему. Да, в Спортмастере продавали. В магазин такой спортивный. Вот такие штуки. Вот она мне поэтому очень понравилась. И вот тогда я их попробовал. Впервые тоже очень сильно разгоняется. Правда, гонечков там не было, конечно же. Этой прорезиненной штучки не было. Этого счетчика не было. Просто обычная такая штучка. Ну и стоила она там рублей 300, наверное. Или 200, что-то такое. Недорого. Ну, я подумал, попозже, попозже возьму. Пришел, а их уже все купили. Вот. А потом так вышло, что мне Леха подарил. Алексей. Вот это вот. Я даже и обрадовался так сильно. Думаю, ой, как здорово. Надо же. Так эту штучку пока найдешь, то все. Этот раз уже есть. Ну, вот иногда вот так-то возьмешь ее, так покрутишь. Думаешь, надо рекорд поставить. А сил все равно еще можно разогнать. Ну, а уже сил нужно все больше, 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 больше. И поэтому, ну, не знаю, ребята есть, у которых кисти такие, которые плоскогубцы ломают. Вот они могут разогнать, наверное, до дикой скорости вот эту штуку. Она все разгоняется, разгоняется. В общем, крутится интересно. И так, и эдак. Как они это сделали, непонятно. Как-то у них это все получилось. Во все стороны крутится. А вот рукой не повернешь. Рукой не повернешь. Так она сама крутится. А, да, крутится. Свободно причем рукой трудно повернуть. И так крутится, и так. Это был канал Марион Абдула. Я показал вам замечательный тренажер для кисти. Разогнал его даже. Попробую еще раз. А, да. Вот такой вот запускатель, да. Там вот есть дырочка такая. Отверстие, как некоторые говорят, грамотное. И надо в это отверстие вставить. Потом вот так вот закрутить ее. Вот сюда. Во. Во. Она закручивается. Туда влезает как раз. Вот. И, как вот раньше, моторы лодочные так же. Накручивали веревочку. Потом так дергали. И вот она раскрутилась сразу. Сразу же. Сразу же нора в свой начало проявление. Я еще раз попробую разогнать. Не знаю, у кого раз. Ох, погасил что ли. Ага, погасил. То есть, если будешь разгонять и не в ту сторону начнешь крутить, ну, обратную, то есть, ну, несоответствующую, то она сразу же погасится. Поэтому и закрутить можно в одну сторону, а можно в другую. Поэтому там, где есть усилие напряжения, туда и надо давить. Потому что если усиленное напряжение нет, а ты давишь, она погасится. Ой, что ли, порвал что ли? Опять погасил. Ох ты ж, елки-палки. Опять погасил. Длинный ролик-то будет опять. Ну, ладно. Не хочет разгоняться. Да, уже не хватает. У меня что-то резкости что ли. Может другую сторону крутнуть? Да, давай другую сторону попробуем крутнуть. Да, другую сторону. Раз она не хочет в эту сторону раскручиваться, емно, что нужно в другую раскрутить. Так, хотя удобно-то мне, конечно, в эту сторону было. Ну, ладно. Попробуем в эту. Да, наверное, тут еще зависит от того, в какую сторону раскручиваешь. Точно. Точно, точно. Посильнее дергать надо, чтобы она скорость набрала. Иначе нам с маленькой скоростью на большую разогнать трудно. Вот с большой побольше сделать легче. Вот. Так, точно. Я закручивал не в ту сторону. Значит, и крутить надо было в другую сторону. Соответственно, здесь вот она сразу же и пошла. Ух ты. Вот, уже амплитуда уменьшается. Ух ты. Уже не только кисть, но вот эти мускулы тоже начинают работать как следует. Надо, если сильно раскрутить, так все тело подключится. О, как сильно крутится. Ой-ой-ой. Волшебный шарик. Ну, вроде все показал. Чтобы можно в обе стороны закручивать. И в ту сторону, которая удобнее, то и крутить. Например, вот я сюда крутил. А если крутить в другую сторону, то надо вот сюда крутить. У меня уже рука так устала, что все, я уже раскручивать больше не буду. С вами был канал Мирюн Абдула. Подписывайтесь, жмите лайки. Что-нибудь еще покажу. Для обитателей ножей. Вот эта штука. Очень даже хороший тренажер. Потому что тренирует кисть к фиксации. Это для одних техник нужно. Но в то же время и укрепляет вот эти связки всякие. Мускулы. Это нужно для других техник. То есть в любом случае это полезно. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.